В случае повторного землетрясения Алматы не останется без воды. По мнению министра водных ресурсов, во время последних сильных толчков система водоснабжения города выдержала испытания на прочность. А вот в остальных регионах страны ситуация едва ли не на грани коллапса. Сегодня в правительстве делились планами по решению водного кризиса. От строительства новых водохранилищ до ограничения использования питьевой воды автомойками. Дошло даже до того, что министр нацэкономики возмутился банной культурой казахстанцев. О подводных течениях из кулуаров правительства. Евгений Дубинский. Прошлогодняя засуха и проблемы с водоснабжением во многих регионах Казахстана окончательно подтвердили тезис экспертов о глубочайшем водном кризисе в Центральной Азии, который может наступить уже в самое ближайшее время. О важности совместной работы по распределению водных ресурсов между соседствующими странами говорили сегодня в правительстве. Там был принят проект концепции развития системы управления водными ресурсами на ближайшие 6 лет. Магистральные межхозяйственные каналы, некоторые из которых не ремонтировались уже почти полвека, изношены на нет. Как следствие, серьезные потери воды, достигающие почти половины от проходящего по ним объема. В правительстве сегодня выразили серьезную обеспокоенность проблемами водного кризиса. Важным направлением концепции является строительство и реконструкция водохозяйственной инфраструктуры. Долгие годы ее содержанию не уделялось должного внимания. При нехватке воды и росте ее потребления в первую очередь важно снижать потери и обеспечивать бережное использование. Теперь же на реконструкцию и модернизацию водной инфраструктуры за 6 ближайших лет планируют потратить 2 триллиона тенге. В том числе власти обещают оцифровать большую часть водохранилищ и каналов для полного контроля использования их ресурсов. На вопросе потребления сегодня в правительстве также остановились, призвав всех экономить. По словам профильного министра, на питьевые нужды казахстанцы используют только 1% от всего объема водных ресурсов. Планируют принудить хозяйственные объекты к оборотному использованию воды. Мы сейчас в водном кодексе хотим предусмотреть норму, чтобы предприниматели, которые используют питьевую воду, в течение этого определенного периода времени поставили себе оборудование по очистке той воды, которую они используют для мытья автомобилей. То есть получается оборотное использование воды. Второй вопрос по тарифам. Здесь тоже вопрос будем решать. Более агрессивно поднимать тарифы на воду для населения предложил уже министр национальной экономики. По его мнению, за столь дефицитный ресурс казахстанцы платят слишком мало, оттого и не экономят. К такому выводу министр по его собственному признанию пришел, понаблюдав за своими соотечественниками в банях. Его возмутило безрассудное поведение казахстанцев в купальнях, где вода льется без остановки. И Куантыров посоветовал гражданам чаще закрывать краны. Кроме призывов к сознательности, министр рассказал и о планах ведомства серьезно повысить тариф на воду уже в этом году. Евгений Дубинский, Айбол Садуов, столичное бюро КТК.